всем привет к этому видимо к этому видео необходимо небольшая предыстория точнее я должен ее рассказать чтобы объяснить почему я пришел в общем так последующим действием которых я сейчас расскажу значит свое время лет 7 назад у меня возникла необходимость купить себе новые часы ну естественно я выбирал собственно говоря по внешнему виду и когда их купил вот это часы так асио серия титаниум лей линейдж вот я был ими очень доволен в общем-то и дальше бы наверно носил их с удовольствием но периодически возникает необходимость в этих часах это кварцев обычные часы необходимость возникает менять батарейку несмотря на то что изначально там стоял достаточно долговечная долгоживущая батарея но все равно пришло время и я обратился в сервисный центр чтобы ее поменять она будет ли здесь видно они его так дико вскрывали этот корпус вот в этом месте что дико его поцарапали но я как-то смирился с этим один раз думаю на следующий раз возможно сам попробую это сделать поменять батарею и аккуратнее сделаю это чем в сервисном центре ну что вы думали когда пришло время менять очередной раз батарею и где-то где-то ну на года на два хватало если не внутри то есть я второй раз вот собственно говоря поменялся момента покупки не самому не удалось это сделать то есть настолько не знаю возможно очень плотно ну дело в том что это первых их можно погружать там метров пятьдесят не ошибаюсь то есть там какая-то стоит прокладка но наверное еще от пота как-то закисает открыть мне самому не удалось одним словом как я не пытался какие усилия не прикладываю старался конечно аккуратнее это сделать чем сервисный центр я так понимаю что они били каким-то зубилом чтобы сдвинуть с места и поэтому вот такой эффект произошел срезали шлицы их там несколько по периметру одним словом эти часы я долго носил и буду продолжать их носить но возник вопрос а купить бы такие часы которые не надо было бы менять аккумулятор или батарею механические часы мне не охота заряжать да и какие-то приличные часы они достаточно серьезно стоят каких-то известных производителей вот и результате я пришел нашел попались не на глаза вот эти часики от производителя citizen чем они хороши они хороши тем что здесь есть применена технология экодрайв что это такое грубо говоря это солнечная батарея которая периодически заряжает аккумулятор который есть внутри часах встроенных то есть производитель вообще обещает что всю жизнь эти часы проработают свою часовую жизнь без замены аккумулятора то есть никакой замены аккумулятора не понадобится я очень доволен этими часами но есть несколько нюансов которых производитель не упоминает о всяком случае в рекламных роликах первый момент это то что эти часы периодически ну раз где-то наверное в месяц нужно ставить на световой день на солнце ну или на свет зависимости от того какая будет погода степень даже не степень а время зарядки будет различаться то есть солнечная погода то быстрее зарядятся если пасмурная то дольше я уже точно цифр не помню кому интересно тут найдет но сам факт остается фактом то есть если часы все время на руке носить с утра до вечера предположим там под рубашкой под свитером то может возникнуть момент что они остановятся хотя я пока еще с такими столкнулся я периодически все-таки это делаю но есть вот такой нюанс эксплуатации это раз и во вторых они оказались достаточно тяжелые особенно после моих предыдущих часов касио в титановом корпусе я ради интереса сейчас специально весы при тарабанил сюда не знаю сейчас поставим а вот и взвесим сначала предыдущие часы то есть я был первый момент конечно шокирован весом так эти у меня весят 70 грамм а новые бабах сто семь сто сорок семь то есть в два раза больше ну все объясняется очень просто дело в том что это корпус изготовлен из стали нержавеющей анодированной не именно черный корпус понравился потому как существует природе вроде бы как даже титановый но с синим экраном дисплеем не знаю мне не понравились они сервис ты медведем надписями вот этот вот nighthawk ночной ястреб обалденно как классные часы я очень недоволен но вот учитывая этот момент зарядка но я это то есть надо просто настроиться на то что раз в неделю раз в месяц раз неделю вообще-то можно конечно так для поддержки штанов но раз в месяц точно вы будет их оставлять там воскресенье скажем целый день не постояли на свет на свету и зарядились вот и еще до сравнения если поставить рядом к 7 и диаметр этих часов оказался 42 миллиметра то есть я выбирал по картинке на амазоне я покупал не на картинке очень понравились но когда они попали ко мне в руки я был несколько шарашен первый момент во-первых весом во вторых диаметром размером хотя ко всему привыкаешь уже вот эти предыдущие мне кажется маленькие так из технических характеристик буквально несколько момент ну конечно самое основное из-за чего их купил это и кодрай во вторых то что они защищенные от воды то есть с ними можно погружаться на 200 метров на предыдущих было 50 до 50 метров эти 200 метров это круто и и и и да и в общем то и все в остальном я их некоторым поносил такое впечатление что рука отвисала первое время потом привыкаешь то есть ко всему можно привыкнуть в остальном отличные часы тут есть дополнительные какие-то функции которые мне абсолютно не нужны какой-то хронограф я не вникал честно говоря каким пользоваться но он есть и что есть еще вот разделен раздельные дисплеи которые показывают какое сейчас время то есть до обеда до 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 полуночи после получи так понимаю секундная стрелка еще какая-то секундная стрелка но и дата то есть в принципе в наше теперешнее время вот кстати говоря пару слов еще по этому поводу хотел бы сказать наше время когда все пользуются смартфонами я в том числе но я так и не привык смотреть время на смартфоне поэтому в общем-то часы это помимо того что это аксессуар который мне нравится то есть достаточно классно брутально выглядят согласитесь и вместе с тем они еще и показывают время я кстати говоря присматривался к пэбл watch особенно ко второй версии в металлическом корпусе но пока она как-то мне не привлекает учитывая то что стоимость приблизительно такая же как и у этих есть дополнительные какие-то функции ну пока пока в этом исполнении точнее даже исполнение а в функциональности которая которая есть в пэбле мне не совсем устраивает но я за ними наблюдаю возможно выйдет какая-нибудь более новая версия и она мне привлечет если обязательно куплю вот собственно говоря все что хотел сказать спасибо за внимание